В прошлой передаче В прошлой передаче мы побывали в Тольяттинской классической православной гимназии и рассказали о принципах обучения в ней. Сегодня речь пойдет о внешкольной деятельности, у которой тоже есть свои особенности. Это учебное заведение светское, но живет оно традициями многовековой русской культуры и православной веры. Поэтому одно из главных направлений – духовно-нравственное воспитание. День начинается с утренней молитвы. Каждый четверг совершается либо молебен, либо чаще всего божественная литургия, во время которой дети сами выполняют все основные послушания. Звонят в колокола, читают, поют, выносят подсвечники. Это не для будущих священников навык. Это навык вообще для любого здорового человека в современном обществе. Почему? Потому что только Церковь может в настоящее время сохранить человека от многих пороков, грехов, падений, которые подстерегают его на каждом углу. А то, что это было знакомо нашим предкам, об этом говорят множество воспоминаний и известных нам фактов, что любой русский человек мог спеть панихиду, молебен, мог прийти в любой храм и спеть основные церковные песнопения. Это наши прабабушки и прадедушки умели, даже неграмотные. А что же говорить о людях, за плечами которых были гимназии и тем более университеты? Песня. 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 Всех вас, дорогие учащие и учащиеся, поздравляю с совершением молебна всем святым в земле русской просиявших. Это покровители нашего храма, нашей гимназии. Домовой храм всех святых в земле российской просиявших отец Дмитрий называет духовным сердцем гимназии. Он был построен в 2000 году в русском стиле по проекту заслуженного архитекта России Марка Васильевича Демидовцева. Храм имеет статус архиерейского подворья. Роспись как своего рода энциклопедия духовной жизни, начиная от сотворения мира, заканчивая вознесением Господним и святыми угодниками Божиими. На столбах, которые, вы видите, находятся слева и справа мученики, мужчины с правой стороны, слева мученицы женщины. Они как основа, опора церкви, на которой, собственно, на краю мучеников церковь и выстояла, и развивалась, выстояла и стала крепкой и сильной. На западной части храма находится роспись иконы всех русских святых, всех святых в земле российско просеявших. Там, пожалуй, каждый человек может найти себе своего святого покровителя. У нас внизу находится схема этой иконы, и каждый лик святого подписан, кто это. Также в нашем храме находится предел святой мученицы Татьяны, покровительницы всех учащихся, студентов. Вот у нас находится икона с частичкой мощей мученицы Татьяны, и ежемесячно мы проводим молебен мученицы Татьяны. Молимся о покровительстве нашего учебного заведения и наших учеников. Несколько икон, которые пребывают в нашем храме, тоже достаточно интересны. Среди них есть, например, дар Владимира Владимировича Путина, который пребывал в нашей гимназии в 2009 году и подарил нам эту икону, икону Иверской Божьей Матери. У каждого класса есть духовник. Раз в полтора-два месяца гимназисты причащаются. Приобретение навыка исповеди и причастия, безусловно, помогает каждому из них в дальнейшей взрослой жизни. Потому что даже если человек в будущем по каким-то причинам отойдет от храма, он будет знать дорогу, как к нему вернуться. Конечно, внешкольная жизнь православной гимназии не ограничивается молитвами. Дети объединяются по интересам, участвуют в проектах. Один из наиболее популярных – приобщение к журналистскому мастерству. Учащиеся принимают участие в подготовке передач на радиогимназии. Не танцуйте сегодня, не пойте. Предвечерний задумчивый час молчаливо у окон постойте, вспоминая погибших за нас. Самое главное – это людская память. Мы будем помнить. А если будем помнить, будем жить. У ребят даже есть собственная телестудия, передачи которой выходят в эфир на местном телевидении. А еще гимназисты выпускают свою газету. Визитная карточка к гимназии – хоры. Их несколько, и каждый является участником и лауреатом множества конкурсов, фестивалей, не только городских, областных, но и всероссийских и даже международных. Мужской ансамбль этнической и духовной музыки «Алконост» известен и в Тольятти, и уже за пределами города. Это гордость гимназии. Большинство воспитательных проектов православной гимназии направлены на то, чтобы дети как можно лучше узнавали аутентичную русскую культуру. Например, занимаясь в фольклорной школе «Таусинь». Ну давай еще раз. Еще разочек. Хорошо. Теперь просто глубокий вдох. И тихонечко сидим. Музыка. И тихонечко Музыка. При гимназии есть музей традиционной русской культуры. Педагоги и дети привыкли называть его просто «русская изба». Трудами бессменного руководителя музея Майи Николаевны Николаевой здесь собрана большая коллекция предметов XIX-XX веков. В музее ребята отмечают Покров, Масленицу, Пасху, а в будни приходят вот на такие встречи. Посмотрите, все, что у меня здесь есть, висит, ложки, это все сделано из липы. Это тоже мягкое дерево, так же, как березы. Его режут поперек волокон и вдоль волокон. И изготавливали из липы. Вот у меня, пожалуй, что-то вот здесь, вот эта липовая лавка, вот со штырями стоит. Делали художники, они как бы использовали все то, что когда-то читали о том, как строили мебель и дома у нас на Руси. На Масленичной неделе все педагоги и гимназисты приглашаются на бал. Роскошные наряды, танцы, игры, инструментальные и вокальные номера. Головокружительный по своему изяществу, красоте, светский праздник продолжается до самого позднего вечера. Объясняем, что ни ночные клубы, ни дискотеки, это не наше. Но мы же должны дать, где они могут себя провести, где будет юноша держать девушку за руку, как он галантно приглашает, как она в ответ поклон, реверанс делает. Это все, такую прививку дают колоссальную, эстетическую. Они уходят, они потом живут под причинением бала до конца года. И это улучшает отношения, дает галантность, она все-таки таким образом ходит в эту жизнь. Гордость гимназии – музыкальный театр. Состав его постоянно меняется. И поэтому практически каждый учащийся, рано или поздно, как говорится, выходит в люди. А к окончанию гимназии владеет всеми навыками, необходимыми для выступления на сцене. Это декламация, пение, танец. Но всем, кто не теряет веру и любовь, дает победу даже он над смертью. Наши музыкальные спектакли – это синтекс всего, что ребенок уже показывает для всего города. Поэтому у нас каждый спектакль рождественский – музыкальный спектакль. Там танцевальные, хореографические вставки и музыкальные номера. Это подготовка костюмов. Что-то мамы и дети все задействованы. Вот делаем благотворительные постановки для города каждый год с начала существования гимназии на Рождество. Ну, 1300 зал такая, и он полный, и не хватает мест. То есть, уже зная, за два месяца билеты пригласительно разбирают, чтобы пойти на этот спектакль, который делают в гимназии. И также мы поставили два мюзикла авторских вместе с выпускниками гимназии. То есть, просто тоже ребята, которые увлекались в свое время роком, искали себя. Вот как-то вот нашли вот в этом, и потом совершенно уникально вылился этот проект. Да, «Силы зла», например, «Дракона» в мюзикле «А Петре и Феврония» или там «Злых мавров» в мюзикле «А Раймонте». Можно изображать с помощью такой музыки, ну, немножко тяжеловатый, там такой рок и очень подходит. То есть, они помогли себя реализовать, но они увидели и совершенно другие тоже направления. Вот, например, когда уже нужно образ Февронии создать, это другая музыка. И постепенно нашли себя. Получился у нас, конечно, считаю, для меня это очень бесценный проект, потому что это настолько вот взаимопонимание с молодежью. Каждый год ребята отправляются в православный лагерь «Благодатное лето». Летом мы живем довольно в таких походных условиях. И тоже, да, многие родители понимают, что ребенка нужно выводить из зоны комфорта, где все для него удобства полные созданы, чтобы он просто научился элементарно жить в менее комфортных условиях, ухаживать за собой, преодолевать быт. А навыки стоят на службах, это тоже очень важно. Вот наши дети, они более стойкие в каких-то даже светских мероприятиях, чем дети, которые не стоят в богослужении. Сейчас полтора они стоят в улице, они могут выстоять торжественными мероприятиями, нас не подвести и не потерять румянец в щеках. Поэтому ребенка имеет очень большую пользу вообще духовную и физическую даже. Поездки по святым местам обычно организуются как совмещенные, культурно-паломнические. Например, Дивеева-Болдина. То есть мы у батюшки Серафима и у Пушкина. Жили в одно время, друг друга не знали и не пересекались. Но для нас это им два имени равно великих. Тарханы Клермонтовы тоже. Буквально каждый класс имеет график таких поездок. Мы его разрабатывали годами. То есть ребенок должен познать Россию, путешествовать по ней. Тем более в дороге много интересного происходит. Всегда это объединяет между собой людей, молодежь, детей. Рассказать обо всех воспитательных, духовно-просветительских проектах гимназии в одной передаче просто невозможно. За 20 с лишним лет сформировалось и множество собственных традиций. Например, на Благовещение взрослые вместе с детьми выпускают небо белых голубей. В день выпуска 11-классники сажают деревья на территории гимназии, и они растут и тянутся ввысь вместе с уже повзрослевшими гимназистами. Еще есть традиции. Проведение состязания ораторов, празднование дня гимназиста с Большим Крестным Ходом и многое другое. А по Большим Церковным Праздникам, после службы, в гимназии поют гимны. Мы это ввели, познакомившись с архивными документами Симбирской гимназии. У них все актовые праздники проходили пение гимнов. Выносятся знамена России, нашей гимназии и нашего города знаменосцами. Мы поем гимн России. В каждом классе он разучивается. Первоклассники, когда приходят, они с этого начинают. Гимн России учим. Поем гимн нашего храма, это русским святым, стихиры русским святым. Затем поем Божий Царь охране, гимн царской России. И заканчиваем все гимном гимназии. Дети с таким воодушевлением, когда приходят, это все исполняют, кто-то посмотреть, послушать родителей или гости. Прямо со слезами на глазах. В гимназии действуют правила, главным из которых являются заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Но несмотря на всю строгость дисциплины, атмосфера здесь царит очень теплая, по-настоящему семейная. А гимназисты вовсе не чувствуют себя отрезанными от мира и лишенными радостей. В начальных классах это просто дом, где у тебя есть друзья, где у тебя есть классный руководитель, который всегда тебя поймет, всегда выслушает к нему, можешь обратиться с любым вопросом. Это место, где ты развиваешься и общаешься. Это здорово, это интересно. Потом, конечно, понимаешь, что ты находишься в месте серьезном, где происходит не только рост знаний, но и твой духовный рост. И тебе в этом все помогают. Все окружение, все священники, учителя. А потом, когда начинаются собственные увлечения, когда ты понимаешь, что есть таланты, это место, которое помогает раскрыть эти таланты, это место, где ты всегда найдешь себе применение, где всегда сможешь помочь, и тебе будут за это благодарны. Я никогда не думал, что выйду на сцену. Для меня это всегда был большой страх, но благодаря гимназии я вышел на сцену, и я веду мероприятие сейчас. Конечно, хочется продолжать учиться в этой среде. И если отец Дмитрий глава этой большой дружной семьи, то матушка ее душа. Ведь воспитательная часть работы, творческие проекты осуществляется под ее руководством. А дети, повзрослев, вовсе не торопятся насовсем улетать из родного гнезда. И очень часто возвращаются, приводят своих дочек и сыновей. Я настолько сильно люблю гимназию. Это вот ребенок. Она у нас появилась с пачкой, как мы только поженились, 19 лет гимназии появилась, а потом только через 3 года первый не сродился. Поэтому мы набрали сначала себе чужих детей, и вот всю в них вообще любовь. И поэтому наши первые выпускники, которые у нас лет на 10 только младше, 11, они для нас как младшие братья и сестры. Мы с ними очень дружим. Не просто как дети, а как даже сестры и братья. Некоторые работают у нас уже, пришли, помогают. Воскресные службы и большие праздники являются днями встречи выпускников. Они слетаются со всех сторон нашей страны, и за рубежа даже стараются увидеться именно на ночных бухслужения Пасхи и Рождества Христова. И очень радостно эти бывают встречи. То есть, значит, наши плоды не просто каким-то даже понуждением, где-то смирением, преодолением сложностей, но они все-таки имеют место. И это очень отрадно. Значит, все-таки вот в этом отношении наше воспитание не проходит напрасно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова